До неочередных выборов президента Республики Казахстан осталось почти две недели. Кандидат Нурлан Ауизбаев прибыл в Западноказахстанскую область с целью разъяснения своей предвыборной программы. В ходе встреч с населением люди поднимают вопросы, которые не могут найти своего решения уже давно. Это, например, коррупция, состояние дорог и другие, говорят представители Нурлана Ауизбаева. И вы знаете, повсеместно, во всех регионах народ буквально стонет от нежелания властей что-то делать, от неэффективности власти, от нерезультативности, от взяточничества, от коррупции, от ничего не делания власти. Понимаете, народ уже просто, уже кипит. Каждая область региона имеет свои какие-то особенности. Например, в крупных городах Алмата, Астана уже замучила основанные на тотальной коррупции проблемы точечной застройки. На встрече с уральцами также были затронуты актуальные темы. Одна из них – это работа общественного транспорта. Жительница города Бахит из Басарова взволнована тем, что во втором рабочем поселке курсирует только 13 маршрут. И местным жителям приходится преодолевать большие расстояния пешком. Вопрос вот касается проезда нашего, да, то, что у нас только инвалиды по зрению первой группы. Я думаю, инвалиды первой группы по автобусам не ездят, да, но только для них закон. А остальные все так же примерно по 80 тенге. В Атраву, пожалуйста, все инвалиды, первая, вторая, третья группа, они у них специально карточки, у них прям ставлены фотографии, они ездят. А в Актюбинске примерно проезд пенсионеров 40 тенге, где-то вообще бесплатно пенсионеры. Ладно, про пенсионеры я тоже пенсионер, но законы для инвалидов должны быть как-то едины. Напомним, что внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября текущего года. По новому законодательству президент избирается только на один семилетний срок.